Далее о месте, в котором не то что реформами не пахнет, там сплошное средневековье. Это пример невероятного человеческого терпения и безграничного чиновничьего беспредела. Более 10 лет в Устиновской райбольнице Кировоградской области таскают воду для больных в ведрах. Чиновники при этом шикуют. Почему так? Наши корреспонденты Елена Брынза и Ирина Исаченко. Это Устиновская районная больница. Здесь, как в прошлом веке, санитарки моют инвентарь в тазах, руки под вот таким умывальником. И то, если перед этим натаскают воды. Единственный так называемый источник воды в больнице – вот эта бочка. Раз в три дня воду в больницу привозит машина, заполняет емкость. По отделениям разносят санитарки. Два ведра в руки и так по нескольку раз в день, 12 лет подряд. Даже детское отделение – не исключение. Помыть здесь ребенка невозможно. Вода из бочки техническая, но даже если закрыть на это глаза, греть ее нечем. Разве что кипятильником. В кружках. Без воды – это вообще горе. Это вообще плохо. Еще в начале 90-х вышла из строя водонапорная башня. С тех пор воду в кранах райбольницы никто не видел. Люди медперсонал терпят. Назначенная полгода назад главврач шокирована. Лекарня не может носить ветром и воду и соблюдать санитарно-гигиеничный режим. Нам необходима вода. После разбора полетов здесь почистили старую скважину. Промили, значит, мотор нам подарили. Значит, мы теперь плануем сделать просто выход для того, чтобы уже никуда той машиной не ездить, а брать из этой скважины нашу воду. А вот для того, чтобы вода снова потекла из кранов, надо как минимум отремонтировать проржавевшие коммуникации, подключиться к ним, установить фильтры. Цена вопроса – всего несколько десятков тысяч гривен. Сумма на данный час не вызначена, так как сегодня не сделана проектно-кошторисная документация. В районе на данный час принята программа на 2014-2016 годы с соответствующим финансованием. Под эту программу в бюджете заложили на следующий год 200 тысяч гривен. Обещают весной приступить к работам. Вопрос, почему столько лет чиновники закрывали глаза на проблему, глава райадминистрации советуют задавать не ему, а всем предшественникам. Мог, он всего полгода в должности. Однако, что ответить на вопрос, почему за шесть месяцев его каденции он не додумался установить хотя бы в детском отделении бак с водонагревателем? Не нашел. Кроме больницы, без воды в Устиновке и детский сад и школа. Однако, что чиновникам спартанские и антисанитарные условия пациентов, медперсоналы и детишек? Себе в здание райадминистрации воду они подвели еще в прошлом году.